Всем доброго времени суток, с вами Прост и это рубрика Механизмы. В сегодняшнем видеоуроке я покажу вам лифт, который поднимет вас на два блока вверх. Я знаю, что это довольно известная тема, но тем не менее я порылся в старинных схемах и сделал свою схему, которая намного компактнее других. И быстродейственно она, конечно, не отличается, но тем не менее она займёт меньше места. Давайте приступим. Итак, сначала мы вырываем нам шахту. Ну, не знаю, как назвать, как хотите. Лучше взять место побольше, по-моему, все незнакомые схемы, они требуют много места. Тогда вы уже знаете, как она работает. Там никаких проблем нет. Так, ну давайте ещё расширим. И вот так вот. Окей. Итак, приступим. Делаем один поршень тут. И один поршень обыкновенный. Обыкновенный. Почему обыкновенный? Потому что, ну, в сервайвале без креативного режима слизь достаточно сложный. Поэтому я её экономлю всегда. Я думаю, все её экономят. Поэтому нет смысла переводить слизь на липкий пушик, который не понадобится. Он просто будет вас толкать. И так, в чём заключается моя схема. Вот это будет вот такая вот собачка. Придумал я её не один. Придумал я эту схему со своим другом. Но по большей части мы, конечно, вместе работали и вот придумали такую собачку. Итак, мы ставим один репитер здесь и один репитер здесь. Сверху задержки нет. Снизу задержка два клика. Ставим кусочек рисована вот здесь. Далее. Вот здесь ставим репитер, задержка два клика. Делаем вот что дальше. Ставим любой блок. На него ставим рычаг. Сюда ставим блок. Всё. Схема передёрнулась. Всё-то нормально. Дальше. Теперь давайте займёмся пультом управления, что ли. Делаем... Ну, я думаю, стандартное начало для многих лифтов такого вида. И вот так. Вот сюда мы поставим кнопку. Куда она отведёт, это я уже потом покажу. Далее. Ну, для семеричных вот тут так сделаем. Вот так, вот так. Так, давайте нажмём на кнопку. А, ну да. Ещё ведь ничего не работает. Ладно. А, раз. Мы сейчас идут. Раз, два. Мы будем взять вот здесь. Так что ставим лестницу вот так. На моём опыте я уже ставлю две лестницы сразу. Вот это всё можно так закрыть. Извиняюсь. Технические неполадки. Так. Вот так. А в чём проблема таких лифтов? Ну, нужно просто делать, ну, как сказать, вот такой вот барьерчик, что давайте мы его украсим вот так. Ну, вот в основном всё равно придётся один блок понижаться, чтобы потом было легко забраться. Ну, все делают такие у себя дома, у которых можно попрыгать. То есть, три блока высоты, а не два блока. А, ну, вот тут всё готово. Теперь давайте подключим наш лифт. А, да. Ещё нужна кнопка сверху. Нет, давайте сначала подключим наш лифт, потому что здесь есть маленький нюанс. Нюанс, я думаю, всем известный. Вот так вот ставим рейдстоун. Сюда ставим факел. Вот так. Вот так. И вот так. Как вы догадались, это триггер. Я его уже показывал. Так что, вопрос насчёт того, как он делается, это вы, пожалуйста, оставьте. Видео, если хотите, посмотрите. Оно у меня выложено. Второй раз показывать у меня кайфа нет. Так. Далее. Ставим вот так вот рейдстоун. Так. Схема почти готова. Давайте делаем вот так. Заходим на шлифт, нажимаем кнопку. Триггер перетергивается. Всё, мы поднялись. Ставим кнопку сюда. Можно вот тут сделать вот такую вот лесенку лирдстоуна. Давайте проверим всё. Здесь тоже блок поставим. Лучше ставьте вот такие ограничители вот здесь, и впереди, чтобы квас потом вот так вот стенку не мазало. Точнее, в потолок. Так. Поднялись. Опустились. Так. Данная часть схемы работает. Но не зря я поставил здесь держку два клика. Давайте покажу почему. Когда мы заходим в нашу шахту, что мы видим? Тут дырка. Некрасивая дырка, в которую можно посмотреть. И поэтому я решил эту дырку закрыть. Давайте сделаем вот здесь липкий поршень. Вот здесь сделаем блок, который не отличается от остальных. И вот тут поставим два репиктера. У одного задержка полная, у другого задержки нет вообще. Далее. Ставим на этот факел блок, на него факел. На него блок, на него факел. И соединяем вот эти дорожки с старым добрым редстоуном. Ой. Вот так. Всё. Поршень задвинутся. Обязательно поставьте задержку вот здесь четыре блока, а вот здесь... Ой. Тут четыре клика, а вот тут ноль кликов. И чтобы это всё работало, нужно вот тут обязательно поставить задержку два клика. Сейчас извиняюсь, мне нужно убрать одну техническую неполадку. Так. Всё. Неполадка убрана. Итак. Давайте посмотрим. Мы приходим на шлифт. Вроде как вообще непонятно. Что это? Можно даже поршень скрыть блоком, если сделать это правильно. Так. Ну, мы нажимаем кнопку. Вуаля. Мы наверху. Всё. Мы на втором этаже. Ля-ля-ля. Нажимаем кнопку ещё раз. Есть, конечно, один минус. Мы совсем ненадолго видим такое чёрное пятнышко. Это потому что нас слегка придавливает вот этот вот блок. Но даже если я сейчас отключу креативный режим, то когда я нажму кнопку, то всё нормально. Нажимаю ещё раз. Меня не душит. Но этого может быть задержка интеграции. Я просто подобрал самую оптимальную. В принципе, это всё на сегодня. С вами был Рост. Подписывайтесь на мой канал. Отписывайтесь в комментариях. Ставьте лайки. Как обычно. Для тех, кто может, рекламируйте мой канал. Прошу прощения за то, что не упомянул в новой серии ещё раз. В общем, я очень надеюсь, что мой канал тоже станет популярно. Всем пока!